Здравствуй, верхниками! В Гремячинске нет врачей для новорожденных. Делятся подписчики группы ВКонтакте «Народный комиссар». Со слов жителей они обращались в Краевой Минздрав. Ответа не последовало. Жители готовят документы для обращения в федеральные власти. В больницах гремячинцам отвечают прямо – работать некому. Матерям приходится самостоятельно следить за жизнью ребенка в первый месяц его жизни. Только после первого месяца жизни имеющиеся врачи готовы принимать мам с малютками. Продолжим темой краевого уровня. По поручению главы региона Дмитрия Махонина в этом году будет проведен дополнительный отбор на участие муниципалитетов в региональной программе улучшения систем теплоснабжения. На эти цели в бюджете Прикамье предусмотрено более 500 миллионов рублей. Губернатор также поручил Краевому МинДЖКХ оперативно реагировать на заявки от территорий по отоплению. На сегодня готовы проекты по обновлению тепловых систем в северных территориях края – в Александровске и поселке Ныроп. Власти края отметили, что разработанные проекты позволяют муниципалитетам заявляться на краевое софинансирование строительных работ по реконструкции инженерных сетей теплоисточников или на строительство новых объектов. В середине зимы в Пермском крае открылись все ледовые переправы. Их, к слову, в регионе 12. В Кунгурском округе работают две переправы. Три переправы действуют в Гаинском округах и Соликамском. К слову, больше всего как раз в Соликамске. Через Каму между поселком Тюлькино и деревней Тюлькино. Через Каму между Соликамском и поселком Нижний Склад. И между Соликамском и Басимом. Еще две в Чусовском, Ваханском и Косинском округах. И по одной на остальных территориях края. Рубрику верхниками сегодня подготовили Евгений Казанцев и Дмитрий Воронушкин.